василий день добрый ты знаешь интересный факт в течение 20 секунд люди люди решают смотреть видео или смотреть и они отписываются вот отписываются 20 процентов поэтому сейчас 15 секунд 16 секунд 17 секунд 18 19 отписались ушли лишнее поехали что в рамках этого интервью я посмотрел у тебя клуб аллигатор оказывается сейчас ты знаешь что сша и китай там всякие терки оказывается есть два вида аллигаторов самых мощных это кисть в китае и сша они друг друга ненавидят я прочел здесь вот два вида аллигатора у нас мирный аллигатор он добрый мирный добрый ну кстати говоря опять я в рамках этого интервью изучил вопрос всего лишь 5 процентов нападения аллигаторов заканчивают смертью они на самом деле боятся и мы не хотят с людьми пересекаться и мы и мы вот и как бы вот я включил зеленый цвет подсветку может видно чтобы тоже быть похожим на аллигатор зеленый теперь вопрос серьезный те люди уже ушли они ушли их нету да на нашем канале которые не хотят смотреть про аллигатора я давал информацию по клубу аллигатор до марафона но интересно знать теперь что в остатке как у прошел марафон какие результаты насыщенно скажем так трудно и насыщенно потому что мы все-таки скажем так единственная на площадке на финансовых рынках которые люди которые ведут онлайн-портфель во время марафона и рынок как известно он дает либо не дает такие моменты если такие моменты есть когда он не дает на марафоне как раз был такой момент когда мы получили 6 убыточных сделок ряду естественно люди которые пришли туда посмотреть как мы зарабатываем деньги очень остались недовольны но большинство это меньшинство таких людей всего было большинство людей все-таки они папа посмотрели как в таких на таком рынке управлять рисками управлять управлением капитала и вот и шести сделку учили убыток всего три процента и дальше мы совершили еще три сделки здесь сделать мы всего совершили на марафоне и результат у нас получился минус один но вот именно вот именно это на мой взгляд это качественное обучение на марафоне люди увидели как управлять рисками а это очень важно это намного важнее чем просто купил это все растет тебя тащит по рынку а когда рынок такой когда он не дает надо уметь управлять рисками на мой взгляд самый положительный момент марафона ну да начинающие не понимают что убытки это такая такая же как бы часть бизнеса трейдингово я например получил просадку от облигаций я руки не опустил и уже давно отбил ну вот недавно недавно отбил ее на акциях ну и что там просадка здесь плюс теперь теперь пойдут облигации встан нормально устанавливаться я думаю все будет вообще классно меня однозначно это часть процесса я всегда привожу к примеру боксера который не любит получать по морде но он идет и получает без этого они не станет чемпионом поэтому по морде иногда кто-то нам дает мы умеем держать стойко удар отлично теперь по поводу элчи надавали вам по морде или нет да научили нам тоже надавали по морде вот видите андрей видите мы честно открыто работаем с людьми показываем все как есть то есть мы не уверены в результате то есть это мы получили хороший результат в чем он хороший заключается в том что у нас 41 пациент людей остался в плюсе то есть мы взяли 39 человек новичков это люди которые были от месяца до 4 всего лишь в клубе были они зарегистрировались из них 41 процент остались в плюсе я сравнил цифры общего по конкурсу ручей и 26 тысяч человек который участвует в конкурсе ручей 6 тысяч только остались в плюсе то есть это 26 процентов то есть мы почти вдвое вдвое перегнали общий рынок в том что у нас 41 процентов остались людей в плюсе то есть я считаю что это наш успех это говорит о чем-то тоже говорить да конечно есть над чем работать мы тоже поняли свои недочеты конкурс показал здесь все жестко было все как есть так и без приукрас и мы показали как говорится все что у нас есть мы показали вот в этом конкурсе я считаю что мы неплохо его провели пора подводить итоги года кстати меня это радует сбербанк мне прислал что с 30 до по 31 они спишут налоги с меня как раз я получу ндфл и всякие люди которые будут говорить что вернико плохой трейдер а у меня бумага есть вот андрей я тоже всегда вот этой бумагой пользуюсь сколько с тебя списали налогов вот это все-таки показатель трейдинга если у тебя есть налоги с тебя списали значит ты красавец если нет значит ты голубок вот у меня бумага по прошлому году поэтому богу году вот будет ну а у тебя то какие результаты у нас в клубе аллигатор я считаю что очень хорошие результаты у нас три портфеля долгосрочный портфель это где мы торгуем месяц и недели там у нас 25 процентов годовых прибыли я считаю что это очень хороший результат портфель среднесрочный где мы торгуем акциями недели и дни у нас там 15 процентов в результат поменьше скромнее и фьючерсты стоит портфель который был на марафоне он составил 60 63 процента годовых то есть я считаю нормальные рабочие результаты рынок перегнали по всем портфелям я считаю что это нас радует я знаю какие у тебя планы на ближайшие дни потому что зашел на сайт яна арта и и клуб аллигатор является одним из спонсоров марафона не спонсоров таких участников марафона до благотворительного марафона благотворительного марафона я тоже там участвую а какие планы у аллигатора кроме того что съесть съесть пару туристов на следующий год туристов мы здесь не будем туристов такое название интересное не трейдеров и туристов какие у нас планы у нас у нас пройдет 26 числа традиционное наше мероприятие где мы с помощью нашей команды мозговым стурмом окунемся в будущее окунемся в кроме осуне окунемся 96 мы над вами к вотщуп альп center из тем не готов в вышел樋Tv это ragåt который вы загружали всего доллара когда мы будем увидеть в этом хотим увидеть каппании чемпионы вот если которой будет 1 два строго на коне увидеть каппании чемпионы не То есть мы отберем с помощью этого мозгового штурма, этих инструментов, 4-5 компаний, которые будут самые топовые, на наш взгляд, будут самая расти. В этом году мы раньше просто брали компании роста, а в этом году мы взяли дивидендные компании. Мы взяли 17 компаний дивидендных и их анализируем. Почему мы взяли дивидендные компании? Потому что, Андрей, ты же в курсе, у нас в 2022 году будут просто нереальные дивиденды. Просто бешеные дивиденды по сравнению с мировыми аналогами. Если так посчитал, составляют они от 10-25%, в среднем 16% по нашему рынку будет дивидендной истории. Мы взяли 17 компаний таких и прогоним их через 4 фильтра. Через 4 фильтра. Это фильтр «Фундаментальный анализ». Первый фильтр мы по дивидендам взяли уже. Второй фильтр «Фундаментальный анализ» мы по фундаменту их прогоним. И третий фильтр мы прогоним их по техническому анализу. Но не просто по техническому анализу, а возьмем графики долгосрочные. То есть посмотрим графики долгосрочные. Это года и кварталы. Что такое квартальный график? Это модель, допустим, на квартальной графике отрабатывается в среднем год-полтора года. Какая-то модель отрабатывается год-полтора года. И мы как раз вот именно увидим с помощью квартальных графиков движение, примерно движение акции на ближайший год. На ближайший год. И в конце человек получит по выходу порфель с тремя-четырьмя акциями, именно такими чемпионами. А фишка еще в чем? Мы взяли дивиденды. Дивиденды мы хотим заработать не на дивидендах, а дивиденды мы используем как бонус, если акция вырастет приятный. Либо буфер. Если акция будет идти не в нашу сторону, мы ошиблись. Мы, по крайней мере, на 16% у нас есть буфер, который не даст нас уйти в минус. И вот благодаря этому мы рассчитываем, мы не рассчитываем, мы знаем, что мы получим 4-5 компаний чемпионов, которые будут чувствовать себя на рынке лучше всех. И заработаем деньги. В том году мы проводили, мы уже 5 лет проводим такой традиционный круглый стол. В том году мы нашли 3 компании. Это было ММК, это было ВТБ, это было Агра. В среднем мы за год заработали по ним 15-17%. Ну, не есть какой результат, но результат тоже, я считаю, что положительный. И мало того, что люди, которые еще придут на круглый стол, они получат теории, то есть акции, которые мы выберем, акции чемпионов. А еще люди, которые придут на круглый стол, они получат месяц нашего клуба в подарок бесплатно. Январь, то есть 8 заседаний, они будут вместе с нами изучать нашу торговую систему. И вместе с нами покупать те бумаги, которые мы выберем на вот этом круглом столе. И в принципе, я сейчас могу показать, привести пример, две бумаги, как будет происходить, как это будет. Как это будет. Ну вот, первая бумага, я взял самую такую известную бумагу, это Газпром. Это Газпром. Почему Газпром? Потому что Газпром это самая недооцененная голубая фишка в мире. То есть, дешевле, по круглым фишкам, нет в мире ни одной компании. И Газпром самая дешевая компания нефтегазового сектора. И дивиденды там будут порядка 40-50-52 рублей, это 13-16% газовых будут дивиденды в Газпроме. И в этом году, не секрет, сейчас Газ у нас бьет исторический максимум в Европе. Вчера буквально 2 стопа, это исторический максимум. Я думаю, что такая ситуация будет продолжаться еще недели 2-3. Ой, недели 2-3. Квартала 2-3, до весны, точно, потому что с газом у них беда. Еще очень важное понятие, Европейская комиссия поселенной энергетики подключила газ и атом к экологическим проектам, зеленым так называемым проектам. Это еще дает очень большую фору Газпрому расти дальше. И мы рассчитываем, что Газпром вырастет в районе 450 рублей, 460 это минимум. Это мы как раз посмотрим по квартальным графикам, по технике посмотрим. И наглядно увидим по технике, что Газпром стартанет, потому что это ясно показывает техника. Но и дивиденды, 15-16% они просто так не валяются. И еще важный показатель, по каждой из 17 бумаг мы будем смотреть, за сколько они закрывают ГЭПы свои. Газпром закрывает ГЭПы 22 дня в среднем. В 2021 году 23 дня закрывал ГЭП, в 2020 году 22 дня закрывал ГЭП, в 2019 году 9 дней закрывал ГЭП. То есть вообще на нашем фондовом рынке исторически компания закрывает ГЭП в районе 80% случаев в районе 21 дня. Газпром тоже в эти рамки вписывается, поэтому мы очень надеемся, что мы возьмем и дивиденды, и получаем в росте компании. Вообще по Газпрому еще один такой момент хочу сказать. Балансовая стоимость Газпрома в два раза больше капитализации. Это вообще абсурд, конечно, но в Газпроме это давно такая ситуация длится. Допустим, у него с обратного ТЭК, у него 1 к 3, капитализация 1 к 3, а здесь балансовая стоимость в два раза больше капитализации. Это, конечно, нонсенс. Это что получается, если мы Газпром продадим с молотка, мы больше выручим, чем сейчас его капитализация на рынке. Ну, Газпроме это много лет уже так себя ведет, но это нетипично, это аномалия, это аномалия для рынка в целом. Когда-нибудь это должно измениться, и капитализация должна быть больше, хотя бы раза в два балансовой стоимости компании. Поэтому вот очень много факторов, по которым Газпром будет расти. Вот в этом году у него прибыль выросла в 14 х, и это будет продолжаться еще в первой половине 2022 года. И фундаментальные основания, и технические, и аномалия, все говорит о том, что Газпром будет чемпионом среди чемпионов. Вот примерно так мы будем, 17 компаний, это дивидендные, мы вот так будем раскладывать по полочкам 26 числа, и выберем из них 3-4 компании. Ну, Газпром, мне не надо уговаривать покупать, у меня как раз наибольшая доля Газпрома в акциях, это такая акция, которую я последнюю бы шортил бы. То есть, вот, что бы я ни делал, это шортил бы Газпром. Ну, да, 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 естественно. Ну, вот Мечево есть у нас, одна из 12 компаний, которые мы будем разбирать ее. Дивиденды Мечево 26-40 процентов в этом диапазоне будут. Тоже негде взять. Мы там тоже ее очень тщательно будем разбирать. И, я говорю, на выходе получим 4-5 компаний, которые будут чемпионами среди чемпионов. Вот ты сейчас сказал, весь январь будут доступны собрания клубов. У меня недавно был случай такой с Артемом Тузовым. Артем говорит, вот есть замечательная стратегия Газпромбанка. По-моему, Газпромбанка, да. И все, я говорю, Артем, тогда люди сейчас будут спрашивать. Ты пришли, пожалуйста, ссылку на эту стратегию, а то я, получается, крайний. Да, да, я все сделаю. Летайте никакой ссылки, у меня до сих пор нет. Так что уж ты, пожалуйста, пришли ссылку-то свою на этот круглый стол. Иначе опять Верников окажется крайним. Да, обязательно, обязательно. Сегодня, конечно, пришлю ссылку. Обязательно пришлю. Значит, давай мы подытожим. Давай подытожим. Ну, уже пора, наверное, подытожить, да. Те, кто хочет врубиться в тему, подготовиться к следующему году, мы приглашаем на круглый стол. Да, 26-го числа 10.00 состоится круглый стол. И там будут подарки? Ну, подарки информационные, по-моему, подарки. Ну, да, да, там будут подарки. По сути, что человек получит? Он получит с помощью мозгового стурма нашей команды прогон всех акций, вот и дивидендных акций порядка 17. Мы разложим их по полочкам и приведем аргументы по техническому, по фундаментальному, по дивидендному анализу на то, что 4-5 акций будут акции чемпиона среди чемпионов. Человек, по сути, получит готовый портфель. Ему не надо будет потом что-то дополнять. Это готовый портфель на выходе, он получит готовый портфель. Мало того, что он в течение месяца, в течение месяца с нами, еще на клубе, у него появится возможность задавать вопросы, у него появится возможность изучить нашу торговую систему по техническому анализу. Не секрет, наше все – это наша торговая система, которая работает уже 16 лет. Что такое торговая система? Торговая система отвечает на три вопроса. Первый вопрос – это когда заходить? Второй вопрос – когда выходить, когда цена идет не в вашу сторону? И третий вопрос – когда фиксируют прибыль? Вот эти три вопроса отвечают системой. Когда человек… А очень часто бывает, что в 80% случаев люди торгуют вообще без системы, на полном хаосе. И когда у человека есть система, он может методично раскладывать свои действия. И еще самое главное – вот это он узнает, нашу торговую систему за этот месяц. в клубе. И еще самое главное – он поймет, как управлять капиталом. Разговаривали уже с самого начала, то есть по марафону, по убыточным сделкам. Почему мы так четко управляем капиталом? Потому что у нас идет 1 к 4. То есть каждой убыточной сделке мы рубль теряем, каждой прибыльной сделке 4 за 4 зарабатываем минимум. Если нет соотношения такого, мы в сделку не заходим. Понятно. А вот такой вопрос. А если будут возникать какие-то вопросы, вы будете отвечать там людям? Да, на клубе, конечно. То есть в рамках клуба мы 8 раз встречаемся, встретимся в 2002 году в январе месяце. И будем подробно отвечать на вопросы с резидентов клуба. Все, спасибо большое, Василий. Хорошего дня. Оставайся подостановленным. Хорошо, спасибо. С наступающим, друзья. Всех вас с наступающим.